У нас на связи город Таганрог и Федор Лещук. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть, и я знаю, что вы железнодорожник уже со стажем, но не только. Вы еще идейный вдохновитель и организатор футбольной команды. Сложно ли сколько к этому шли вообще? Расскажите о процессе. Дело в том, что футболом я занимаюсь с пяти лет, учился и в футбольной спортивной школе, и в школе Олимпийского резерва заканчивала. Это мои еще молодые годы, так сказать. А придя на станцию в 2012 году, меня стали привлекать играть за разные команды других станций, более крупных, где уже были организованы футбольные команды. Мне это нравилось, это было захватывающе. Но в 2014 году, когда у нас произошел набор сотрудников, пришло много новых людей, я уже решил, что нужно сделать футбольную команду именно свою, которая будет на станции. И не просто играть раз в год или два раза в год к датам приуроченным, а заявиться на полноценный городской чемпионат. Буквально шесть месяцев с поддержкой начальника станции, с поддержкой профсоюза. Была куплена футбольная форма, ребята были все на полном энтузиазме. И вот уже, получается, шесть лет, ну, седьмой год уже пошел, наша команда функционирует, так сказать, играет, постоянно участвует в соревнованиях. Недавно мы участвовали в чемпионате Дагонрожского железнодорожного узла, организованными локомотивным хозяйством. Ну, вот так сыграли, что локомотивщики пригозили больше нас не приглашать, потому что мы победили. Команда с того момента, с момента создания, и вот сейчас только лет прошло, оно, все члены команды те же или происходят какие-то изменения? Нет, конечно, происходит ротация. Костяк команды – это семь человек, это и маневровый диспетчер, и два дежурных по станции, два составителя, регулировщик – это как бы основной костяк команды. Но приходят новые люди, как бы ребята, как бы я и сам играю тоже, хотя бы не сказал, что я являюсь проторем команды, ну, и идейным вдохновителем, и капитаном. Но костяк остается практически постоянным. Новые лица есть, но костяк постоянный. Наверняка и коллеги, и руководство гордится тем, что есть своя футбольная команда. Ну, да, у нас ДС Марцева называется наша команда, не наметена большая реклама. Но когда проводят чемпионат среди ДЦСов на Северо-Кавказской железнодороге, ростовский ДЦС представляет именно наша футбольная команда. Там один из подвидов – это футбол, один из видов спорта, который проводится на Спартаке Аде. И футбольная команда ДЦС «Один Ростов» на 90% состоит из футболистов нашей команды. – Федор, ну, такое увлечение футболом, можно сказать, уже профессиональное, ну, полупрофессиональное, не мешает ли работе? – Да, я считаю, что любой спорт, абсолютно любой, он не может мешать ни работе, ни личной жизни, потому что спорт всегда делает людей лучше, потому что он закаливает, он учит преодолевать трудности. И к тому же, если правильно распределять свой день, правильно все расписывать, всегда можно найти время и для спорта, и для отдыха, ну, и, естественно, конечно же, для работы. – Расскажите, какая работа, чем вы занимаетесь, и как спорт вам лично помогает? – Я сейчас работаю главным инженером железнодорожной станции Марцева, станция первого класса, одна из крупнейших в Ростовском центре организации работы железнодорожных станций. До этого я работал заместителем по оперативной работе здесь же, на этой станции. Ну, а так прошел все ступени, начиная от регулировщика, скорости движения вагона, помощника-составителя и маневрового, прошел все ступени по карьерной лестнице на станции Марцева. А как мне помогает спорт? Ну, во-первых, спорт – это умение преодолевать трудности, как я уже сказал, и спорт, как всегда, это новые эмоции, новые знакомства, потому что, играя с соперниками, мы же играем и на городском чемпионате, и на чемпионате железнодорожников, постоянное общение с людьми, новые дружеские отношения, потому что коллектив станции, он не ограничивается именно работниками цеха движения, а это и локомотивное хозяйство, и вагонники, и путейцы, работники службы ШЧ. Ну, то есть, все эти люди, которые увлекаются спортом во всех службах, мы общаемся, дружим, это, я считаю, это здорово. Федор, а как так получилось, что при таком увлечении спортом вы выбрали профессионально железную дорогу? Да, у меня, как бы сейчас окунусь в детство, у меня родители не железнодорожники, но постоянно пользовались железнодорожным транспортом. Сам я не из города Таганрога, а в 70 километрах от него проживал ранее. И я постоянно в детстве вечером бегал, встречал их с работой, когда они приезжают на электричке домой. И вот эта вот романтика, когда я видел вдалеке идущий поезд, вот без всяких там приукрас, я это залегло в душу. И вот сейчас уже бывает, сидя на рабочем месте, я вспоминаю эти детские эмоции, воспоминания, когда я видел приближающийся поезд, бытки локомотива слышал, знал себя перед родителем, это волнительное, трепетное чувство, что сейчас приют родители, радостно на душе, и тут еще железнодорога – это компонент. А железнодорогу я выбрал после окончания школы в 2008 году. Стал выбор поступления, естественно. Наш хороший друг семьи сказал, что вот железнодорожная профессия, ты присмотри, пожалуйста, потому что вроде бы как интересно и достойно заработную плату получают после окончания вуза. Ну, я действительно, я приехал в вуз, был в восторге просто от того, как там все устроено, насколько он красивый. Это ростовские красавцы путей, сообщение, университет. И вот, когда мы уехали уже обратно с родителями, я сказал, что я сто процентов стану железнодорожником. Папа, конечно, немножко удивился, потому что до этого никаких предпосылок не было. Но я сказал, нет, именно железная дорога, именно РГУПС – это то, что я хочу, кем я хочу стать – это железнодорожник. Как вы оцениваете, сложная работа у вас? Я считаю, что любая работа, она сложная. Простых работ не бывает ни в коем случае. Но есть два подхода. Либо ты любишь свою работу и стараешься сделать так, чтобы она проходила всегда легко, если так можно назвать легко. Либо ты делаешь свою работу, не получая от нее удовольствия. Счастье ведь – это когда утром хочется на работу, а вечером хочется домой. Ну, я стараюсь по этому принципу тоже подстраиваться и по нему жить. Федор, а вот ваша профессия, ваша работа, она требует постоянно каких-то новых знаний? Или вот научились и достаточно того, что есть? Как считаете? Для любой должности на железной дороге, да вообще, в принципе, для любой рабочей должности во всем мире самое страшное – это остановиться в развитии. Нужно постоянно развиваться, нужно читать книги, пользоваться корпоративным университетом. У нас на станции ежедорожная библиотека есть еще, книги, которые можно взять в руки, почитать. Кстати, очень хорошее постоянное обновление, это прям очень сильно радует. Но развиваться нужно всегда, вообще в любых моментах. Вот работая на железной дороге молодым, можно развиваться? Есть условия? Да, колоссальные условия. Сейчас для молодежи, я по совместительству, главным инженером, я являюсь писателем Совета молодежи Центрального управления дирекцией движения. В сентябре в Екатеринбурге был 10-й юбилейный слет с ЦД молодежи. Там я был избран председателем. Когда окунулся полностью уже на всех дорогах, до этого я занимался молодежной политикой именно на Сококасской железной дороге и волонтерством. А когда я окунулся на всех дорогах, да, колоссальные условия, созданные для молодых сотрудников. Только ленивому и человеку, который не хочет, или им просто неинтересно, может сказать, что нет потенциала развития. И все делается для того, чтобы молодые сотрудники чувствовали себя уверенно. Какие вы себе ставите планы или приоритеты на ближайшее будущее, на дальнейшее будущее? И в плане развития профессии, и в плане развития спорта. Ну, давайте начнем со спорта. В плане развития спорта у нас есть цель в следующем году уже с РФСО «Локомотив» я переговорил с нашим ростовским представительством о том, что вернется чемпионат РЖД. И мы хотим своей футбольной командой сначала выиграть Кубок дороги из КЖД, а потом попробовать свои силы уже на сетевом уровне. А в плане развития карьерных, ну, я, честно, живу по такому принципу, я не стараюсь найти место, где лучше, я стараюсь сделать лучше, там, где я сейчас нахожусь. Да, такое высказывание американского президента есть, такое очень похожее. Да, да. Очень замечательное, кстати. Вот, и поэтому я считаю, что сейчас я главный инженер изненужной станции, охрана труда, быт людей, безопасность движения, вот это вопросы, которые я должен сейчас все силы на них бросить, потому что, если хорошо делаешь свою работу, тебя и так увидят, заметят, ну, и что-то предложат. Федор, я благодарю вас за такой интересный разговор, я желаю побед во всех сферах вашей жизни, очень была рада общению, благодарю и желаю хорошего рабочего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова